Всем привет-привет! Всем отличной среды! Сегодня мы с вами сделаем такой расклад, достаточно неоднозначный, на мой взгляд, поясню. Была такая просьба от комментатора под ником Скорпиоса. Не помню же, какому раскладу женщина попросила сделать расклад в контексте чего? Я уже не помню, что там за тема была, где она оставляла комментарии, но, по-моему, смысл заключался там, по-моему, в первой позиции речь шла о том, что насколько вы продвинуты, насколько вы много всего знаете, понимаете жизнь лучше других, у вас больше опыта, больше знаний и так далее, и так далее. Что-то примерно такое. Но опять же таки, да, мы всегда смотрим в контексте, расклада в контексте смысла, потому что, когда выдергиваешь какую-то информацию из контекста, она теряет смысл. И вопрос по этому женщины был следующий. Действительно, я уже настолько продвинутая, что понимаю этот мир намного глубже и объемнее, чем другие. Вот, и вот в контексте данного вопроса, да, меня попросили сделать расклад. Сначала скажу, я как-то, не знаю, была немножечко скептична, потому что вообще сама постановка, я сейчас не буду продираться к этому, почему, ну, она не совсем верная. Вот, но если отбросить, да, вот неправильную формулировку, смысл и все такое, а просто посмотреть, насколько вы продвинутые, но не в контексте, как это правильно-то преподнести. Не в контексте того, что вы как-то лучше других, что ли, потому что вот в вопросе есть, что я понимаю, мир намного глубже других и так далее. То есть есть какое-то сравнение, а я не люблю сравнение вообще никого ни с кем, почему, потому что просто у каждого свой путь, у каждого свой опыт, и, ну, бессмысленно сравнивать, как по мне. То есть если что-то сравнивать, это должно быть настолько идентично, да, чтобы можно было сравнивать. То есть даже однояйцевых близнецов, которые вот прям вот похожи почти, да, на 100% почти, все равно их связывать, сравнивать между собой, бессмысленно у них будет разные характеры. Я уже не говорю о том, что разные люди, разные воспитания и так далее. Ну, то есть нету смысла сравнения, но, скорее всего, я просто сделать хочу акцент на том, продвинутые, но с хорошей точкой зрения. То есть насколько вы уже понимаете эту жизнь, да, насколько вы владеете знаниями в контексте мироустройства, да, насколько вы уже можете понимать причину следственной связи. То есть вот я вот в таком контексте хочу сделать расклад. Не в контексте того, насколько я продвинутая, да, в этом мире. Потому что там смысл был такой, что если я действительно продвинутая, да, то мне становится скучно, потому что другие только обучаются, а я уже типа, ну, уже все умею, все знаю, я уже обученная. Вот, и поэтому я не очень хочу комментировать это, потому что, ну, слышится мне, по крайней мере, да, не совсем правильные смыслы, в негативном ключе я их слышу, я их не слышу в позитивном. Вот, но мы с вами будем смотреть как раз-таки вот этот вот момент, насколько, то есть в вопросе, насколько вы продвинуты, то есть насколько вы понимаете эту жизнь, насколько вы можете управлять уже своей реальностью, насколько можете влиять. То есть вот этот смысл я хочу посмотреть сегодня. Надеюсь, понятно, но не знаю даже, что выйдет, потому что как-то вот я сомневаюсь по поводу этого расклада. Вот, что получится, то и будем смотреть. Тайм-коды видите в описании под роликом. Я вам еще раз напоминаю, что вот здесь вот внизу есть, если вы наведете курсор, такая линия, да, которая делится на главы, вот, она тоже помогает найти свою позицию. Ну, и те, кто со мной давно уже знают о том, что можно смотреть весь расклад, да, без позиции, то есть вот это вот разделение на позиции, это чисто иллюзорное, по крайней мере, на моем канале, да, то есть мы акцент делаем больше на информации, мы не знаем, в какой из позиций будет наша информация. Так, по крайней мере, у меня на канале, на других не знаю. Вот, как говорится, каждый дом, да, в каждом, в каждой семье, в каждом доме свои какие-то правила, свои какие-то уставы и устои. Ну, вы давно смотрите, уже вам понятно. Вот, и, конечно же, я благодарю новых подписчиков, вижу новые ники в комментаторах, в комментариях. Вот, это приятно и это радует. Так, смотрим, насколько, так, отодвигаем эти позиции, позиция номер один, голубенький камешек, насколько вы продвинуты. Тоже так слышится не очень хорошо, но сейчас я не могу заменить каким-то другим словом. Может быть, если вы знаете, да, может, подскажете, я потом заменю. Так, первая позиция. О, сразу выпало два аркана, да. Пятерка кубков. Пятерка кубков. Сколько? Не могу здесь сказать, насколько, скажу лишь то, что вы, как человек, во многом очень разочаровывались в своей жизни. Вот, и аркан стойкости, да, он показывает о том, что нашли в себе какие-то силы двигаться дальше по жизни. То есть, невзирая на какие-то разочарования, здесь, скорее всего, человек столкнулся со своими иллюзиями. И в этом был, наверное, его урок, понятие иллюзорности этого мира, да. То есть, когда есть вот эти вот ожидания, предвкушения, что что-то будет хорошее, а этого не случается, и человек разочаровывается, и потом винит себя, винит других, да, винит мир. И почему так все случилось, вот, здесь, скорее всего, со временем пришло вот это вот понимание того, что нету смысла чего-то вообще ожидать, да. Смысль есть в чем-то другом. И вот, пройдя какую-то череду неудач, разочарований по пятерке кубков, да, здесь человек действительно развернулся уже в сторону вот этих двух кубков, и он осознает уже другие вещи. Не то, что его огорчает и разочаровывает то, что он утратил какую-то легкость, какой-то праздный образ жизни, да. То есть, он находит смысл уже в единении, в гармонии, в балансе, то есть в других каких-то вещах. И аркан стойкости, он как раз-таки говорит о том, что человек здесь преодолел, возможно, свои комплексы, возможно, вы здесь работали над своими страхами. То есть, здесь человек, который смог укротить свои внутренние тени, пускай не все, пускай единичные, пускай в каких-то конкретных моментах, да, но вот эта вот его внутренняя стойкость, она помогла не развалиться вот этой вот колонне, это внутренний столб, внутренние стежи, на которые человек опирается. То есть, я могу предположить, что вы стали сильнее, что вы стали более увереннее, что, с одной стороны, возможно, относитесь к жизни как-то проще, но вот обрели какую-то внутреннюю свою опору, да, выстроили какую-то внутреннюю свою систему ценностей, на которые вы опираетесь. Десятка мечей у нас говорит о чем? О том, что перестали, вот знаете, чего-то ждать, да. Опять же таки, является ли это некой такой продвинутой, да, когда человек ничего не ждет, ни от кого, опять-таки, да, то, что вот мы говорили про пятерку кубков, и здесь семерка Пендакли, говорит о том, что нет смысла что-то ждать, здесь идет завершение, окончание вот этого ожидания, а человек уже просто оживет, да, то есть он не живет как будто бы завтрашним днем, а здесь человек учится, либо уже научился жить в моменте здесь и сейчас. Насколько это является продвинутостью, да, если так можно сказать, Паш Пендакли говорит о том, что это только начальный какой-то этап, начальный уровень чего? Именно баланса, гармонии, когда человек учится жить в золотой середине, да, когда человек уже терпеливо и с пониманием относится к жизни. То есть здесь вы как будто бы находитесь на начальном этапе своих каких-то способностей, возможностей, либо на начальном этапе своего будущего, того, которое вы выстраиваете именно сейчас. То есть сейчас как будто бы вы закладываете фундамент на более перспективное будущее. Еще насколько вы здесь продвинуты. Император. Здесь человек научился, знаете, как-то с одной стороны спокойно. Вот здесь есть этот момент научения управления своими эмоциями. Это очень важно. То есть, возможно, ранее, по-моему, часто я говорила по первой позиции, да, что люди эмоциональны. Здесь вы как-то вот научились управлять, если не балансировать, то, по крайней мере, управлять своими эмоциями. То есть вы уже понимаете, если у вас, там, я не знаю, какие-то появляются сначала мысли, и вы, наблюдая за собой, осознаете, что сейчас меня накроет эмоциями, мне надо быстро переключиться на что-то другое, либо заняться каким-то делом, да, чтобы меня не накрывали эмоции, то сейчас у вас уже есть этот опыт, это понимание, скорее всего, себя. Император – это такая более уверенная личность, более стабильная, которая тоже проживает в моменте здесь и сейчас, но это та личность, которая акцент делает больше на какие-то реалистичные моменты, да, то есть здесь вы уже не пребываете в каких-то фантазиях, здесь вы уже рассматриваете все по факту, да, то есть умение все разложить, умение все систематизировать, да, может быть, для кого-то это покажется, что есть какая-то сухость, есть какая-то холодность, уже нету вот тех эмоциональных качелей, которые были ранее, но вот в вашем случае, да, здесь есть понимание того, что они мне уже и не нужны. Да, если мне понадобятся эмоции, я могу их прожить, но сейчас мне эти эмоции не нужны, они вредят, то есть вам спокойнее сейчас, когда нету вот этих вот качелей. Когда вы относитесь ко всему вот достаточно сухо и по факту. То есть, может быть, яркость жизни, она как-то изменилась, и все стало как-то, ну, более невзрачно, что ли. Я не могу сказать, что прям совсем блекло, нет, но так вам спокойнее, да, то есть здесь какая-то вот система сработала, безопасности, защиты вашей психики, потому что вы понимаете, что вот эти вот бесконечные горки, да, эмоциональные, они очень сильно выматывают. И психика выработала для себя вот такую вот систему защиты, да, что лучше я буду вот в стабильности, лучше я буду конкретно, понятно, чем включать свою эмоцию. Поэтому насколько вы продвинулись, вы здесь продвинулись в своем эмоциональном фоне, плане умения взаимодействовать со своими эмоциями. Можно ли здесь сказать, что вот вас вы вообще перестали быть эмоциональными? Нет, конечно. Нет, конечно, рыцарь Жезлов здесь говорит о том, что вас частенько на, как это, накрывает волна, но это уже не так долго, как было раньше. То есть, возможно, раньше вот вы, если накрыли вас эмоции, вы долгое время могли быть вот в таком состоянии, да, накрыла вас волна, и вы в расстройствах, либо наоборот, где-то там на позитиве. Сейчас это проходит достаточно быстро, и в большей степени позитивно выпало два аркана, да. Вот аркан справедливости, и видно, да, и семерка кубков. То есть здесь уже если и накрывает эмоциями, да, либо что-то эмоционально происходит, то вы уже осознаете, что это ваш выбор по аркану справедливости. То есть вы уже не, как это, смотрите на мир открытыми глазами, вы уже понимаете, что здесь обмана нет. Если я вдруг захочу ощутить какие-то эмоции, это будет, ну, в моем понимании и мой осознанный какой-то выбор. То есть это в зоне моего контроля. Я так решила, да, чтобы меня накрыло. Не это случилось со мной, а это мой выбор. Вы отдаете себе в этом отчет. И это на самом деле очень здорово и очень круто. Вот, вот настолько вы продвинулись именно вот в этой позиции. Может посмотреть, какая вы были ранее, хотя здесь, ну, в принципе, пятерка кубков уже указывает на то, что вы были эмоциональными. Раньше, скорее всего, да, двойка сосудов говорит о том, что присутствовала некая такая дуальность в контексте эмоций, да, то есть вот вас бросало в эти крайности. Двойка сосудов говорит о том, что человек попал в какую-то новую зону. То есть здесь как будто бы урок, который с вами случился, да, по пятерке кубков, он, это как будто бы был не ваш выбор, да, то есть вы как-то вынуждены, не знаю, как-то судьба вас забросила таким образом, и сложились ситуации, да, сложились звезды, что вы вынуждены были пойти вот в этот новый опыт, связанный с эмоциями. Да, раньше у вас были привязки эмоциональные, да, то есть вот вас раскачивало на качелях этого дьявола. Это когда-то это придавало вам, возможно, эмоции, придавали вам сильные эмоции, силу, либо наоборот опустошало. То есть вот это как, знаете, как энергетическая подпитка, да, вампиризм, либо вас раскачивало на плюс, и вы ощущали, что вот я на высоте и все такое, вот, либо это вот опустошало. То есть эмоции, они для вас являлись каким-то вот таким способом питания, да, поощрения, и вот дьявол здесь играл с этим, и вам пришлось пойти вот в эту неизвестную новую зону по двойке сосудов, для того, чтобы вот пройти вот этот опыт. Здесь вот такая была первая позиция. Так, сейчас уберем карты и пойдем дальше. Смотреть дальше. Позиция номер два. Красненький камешек двоечки. Смотрим, насколько вы тут продвинулись. Королева мечей, да. Можно ли предположить, что здесь единички перешли в двойку? Вполне вероятно и вполне возможно, потому что здесь появилась какая-то, знаете, вот целеустремленность. Помню, что какой-то период назад, да, те, кто выбирал вторую позицию, люди были очень такие мягкие, чувствительные. Это от вас не убыло. Но здесь появилась какая-то вот рассудительность, да. может быть даже какая-то бескомпромиссность, жесткость, может быть в чем-то зашоренность. То есть, знаете, человек, который ставит для себя цель и невзирая ни на что он двигается. Здесь не про то, что человек идет по головам, нет. Королева мечей, она не может пойти по головам, но потому что она слишком мудра, что ли, интеллектуально, чтобы вот пачкать свои, как говорится, руки, да, для того, чтобы идти по головам. Ей проще придумать какой-то такой очень интересный ход, выработать некую такую стратегию, воспользоваться, может быть своими какими-то связями либо влиянием на других людей, чтобы получить то, что я хочу, нежели идти по головам. Здесь просто какая-то целеустремленность появилась у людей. Насколько вы стали продвинутыми, ну то есть активными стали, да, 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 видите, ну то есть Верховная Жрица так или иначе присутствовала у двоек, а тут еще и выпадает Аркан Звезды, то есть вы стали, знаете как, более сфокусированы, вот ваша энергия раньше она расплескивалась, да, потому что надо и этому помочь, и этого спасти, и того почувствовать, и этого пожалеть. А сейчас вот вы стали как-то энергия здесь идет, да, такая вот более холодная, но с другой стороны она и более концентрированная, насыщенная такая, вот, и вот эта вот энергия, она интеллектуальная, она направлена на достижение своих каких-то целей, своих каких-то желаний. Здесь человек, он ощущает, он понимает свою собственную психологию, он ощущает здесь вот связь, вот эта интуиция, да, либо какие-то сверхспособности в контексте, ясно знания, ясно слышание, видение и так далее, ярко выражены, и вы уже здесь не распыляетесь, то есть вот что самое главное, самое важное здесь, насколько вы продвинулись, вы стали более конкретными, более целенаправленными, то есть если вы используете какие-то свои умения, навыки, да, либо какие-то дары свои, то вы уже как-то, здесь как стрела, которая натянув тетиву, вылетает и вот прям попадает именно в десятку, потому что она не отвлекается на что-то другое, вот есть цель, и я к этой цели иду, стремлюсь, и желательно, чтобы я пришел вот быстро к той цели, к которой я хочу, да, то есть здесь появились желания, это тоже здорово, потому что раньше у двоек не было четкого понимания, что я хочу, опять-таки, знаете, я помню период, когда я говорила, что очень напоминает как кляксу, либо как масло, разлитое на поверхности воды, вот бывает, да, на лужах, когда машинное масло разливается, вот оно так, пятном таким, да, некой такой кляксой, и я помню, что я вас сравнивала с этим, такое вот, что-то непонятное, неопределенное, бесформенное, вот здесь уже появилась четкая, конкретная форма, и не просто форма, а еще и наполненность, то есть человек уже понимает четко, что я хочу, для чего мне это надо, и как я это получу, и я к этому иду, а если я не знаю, как это получить, я просто начинаю двигаться, и в понимании того, что в процессе я получу всю необходимую информацию, здесь человек очень сильно вырос, здесь у человека появляется сила внутренняя, на основе интеллекта, здесь много информации человек стал получать, не знаю, может быть, чему-то обучился, да, и вот это помогло ему вырасти в его сознании, да, видите, колесо фортуны говорит о том, что здесь человек изменился, наконец-таки пришел к своей двойке, да, наконец-таки, двойке кубков, наконец-таки пришел вот именно к себе, к соединению, к пониманию себя, вот то, что я и сказала, да, вот здесь вот по звезде, понимание своих собственных желаний, то есть, если раньше вас спрашивали, да, что вы хотите, вы говорили, да я пока не знаю, может быть, я не уверена, либо я хочу, либо я что-то, о чем-то мечтаю, но я не уверена, что я это получу, либо это возможно, вот сейчас, если вас спросить, вы четко будете говорить, вот прям по существу, я хочу вот это, вот это, вот это, да, здесь человек, вот кто-то пришел здесь действительно к гармонии самого себя, через именно понимание, через интеллект, через понимание себя, здесь было проделано очень много работы по состоянию, во-первых, знаете как, любви к себе в контексте именно принятия, то есть, здесь очень многое человек принял в себя, и это его продвинуло, то есть, он уже не отрицает, он уже не отказывается от чего-то, да, что вы тут приняли самое главное, двойку кубков себя вы приняли, да, все как будто бы свои части, не знаю, может быть кто-то работал по возвращению, да, своих частей души, либо, не знаю, возвращение своих, своей какой-то энергии, отрезание ненужных контактов, партнеров, вот что-то такое здесь есть, то есть, здесь смотрите, как интересно, да, с одной стороны есть некая такая мечховость, но здесь холодная энергия, а с другой стороны кубковость, да, то есть вода и воздух, и она вот прям на грани льда, который может порезать, да, то есть, если взять льдинку, и она такая сильно замерзшая, да, то она может действительно ранить, она может быть острая, как бритва, да, так как острие ножа, а если она растопить, то она может быть напитать, она может быть полезной, то есть, вот здесь вот эти вот энергии, да, воды и воздуха, они пересекаются, еще насколько вы продвинутая, ну, продвинутость здесь присутствует, но по пятерке мечей есть еще какие-то моменты, которые вас не удовлетворяют, да, есть еще какие-то претензии, есть еще какие-то моменты, которые хотелось бы изменить в себе, вот, аркан умеренности, знаете, как-то сбалансировать, я бы так сказала, не то чтобы принять, а вот именно сбалансировать, потому что есть какие-то моменты между материальным и духовным, когда нету понимания, да, то есть, вот как будто бы недостаток какой-то информации, либо недостаток, да, но вы работаете над этим, то есть, вот как соединить, либо быть в контакте со своим Высшим Я больше, бывают такие моменты перекоса, опустошения у вас, ну, смотрите, опять-таки кубковость, да, и вот она еще одна, в этой колоде три двойки кубков, в разной версии, однополые, либо вот мужчина и женщина, так как в классике, вот все три двойки кубков выпали в вашей позиции, то есть, иногда бывает перекос, а вот в чем у вас претензии здесь, ну, возможно, вам не хватает какого-то удовольствия, есть какие-то воспоминания, ну, где-то еще скатываетесь в прошлое, иногда бывает вот это вот опустошение, либо какие-то страхи по поводу одиночества, страхи по поводу того, что еще в какие-то моменты вас не понимают, да, то есть, нет еще полного принятия, как будто бы вот других людей, но над этим вы работаете, да, вот аркан колесницы и аркан шута, над этим вы работаете, вот такая вот была вторая позиция, так, давайте такая ставим королеву мечей, она мне нравится, перекроем весь расклад нашей королевой мечей, так, и переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, троечке, смотрим, насколько вы продвинулись на аркан солнца, мне нравится, да, мне нравится, солнце, оно всегда перекрывает все, то есть, сглаживает любые негативные моменты, причем работа именно над собой, продвинулись, во взаимодействии с другими людьми, да, вот именно, когда речь идет о командной какой-то работе, во имя одной какой-то цели, общей цели, да, в своих привязанностях, да, в своих привычках, что за привычки, наверное, желание как-то вот все быстро, да, чтобы развивалось все быстро, в данном случае восьмерка жезлов, да, это противоположная аркану восьмерки жезлов, прямой позиции, можно сказать, что это как будто бы перевернутая, то есть, либо человеку нужно замедлиться здесь, либо вообще человек здесь медлит, я бы сказала, что здесь вот привязанность к тому, что наоборот, человек слишком торопится, да, во всем, и нужно здесь какое-то замедление, могу предположить, что вы продвинулись в каких-то наслаждениях по отношению к себе, знаете, когда надо расслабиться, когда вот надо чем-то насладиться, получить какое-то удовольствие от жизни, потому что бесконечный бег, и быстро, и быстро, и я хочу это, вот здесь скорее всего были какие-то уроки, которые заставили вас, вот может быть даже кого-то в кровать уложили, да, для того, чтобы была остановка, для того, чтобы вы не пропускали жизнь, потому что вот в этом беге за выживание, бег за ресурсы, здесь как будто бы речь идет о том, что нужно приостановиться, да, то есть страх безопасности, чтобы вот мне хватило, чтобы все мои потребности были покрыты, не только для меня, но и для моих близких, потому что для вас важна семья, вот здесь скорее всего вы продвинулись именно в понимании того, что не все для семьи, есть еще и мои какие-то нужды, мои какие-то потребности, да, вот что я сказала, десятка жезлов, да, то есть не все для других, не надо брать больше того, что вы можете унести, либо не надо брать обязанности, которые вы в конечном итоге не сможете выполнить, и это будет вас, ну, перегружать, вот, и вы будете чувствовать какую-то такую вот обесточенность, да, то есть все, все постепенно, все поступательно, сейчас я посмотрю, просто здесь выпадает мир, смерть, то есть какое-то завершение, я не совсем понимаю, в чем у вас здесь произошли перемены, связанные с выбором, да, здесь были подсказки, помню, некоторое время назад, я говорила, либо второй позиции, либо третьей позиции, что здесь идут подсказки, скорее всего, второй, подсказки свыше, но здесь велика вероятность, что вот вы наконец-таки это поняли, да, как-то для себя осознали, что не нужно никуда торопиться, да, то есть ваше никуда от вас не убежит, никуда от вас не уйдет, да, нужно вот, здесь вопрос времени, постепенно, не торопиться, да, то есть вы придете туда, куда вы хотите, станете королевой жезлов, и потом императрица, вот к этому вы хотите, вот к этому вы стремитесь, скорее всего, вы переродили, здесь, знаете, шагнули в новое, в контексте выбора, то есть научились, как будто бы делать выбор, научились ли делать выбор, но не совсем, все равно в каких-то моментах, видите, вот это вот правильная позиция восьмерки жезлов, все равно в каких-то моментах вы в чем-то торопитесь, вы хотите, знаете, вот человек торопится жить, человек торопится быть счастливым, и из-за того, что он торопится, тройка мечей говорит о том, что не всегда у него это получается, видите, десятка кубков и десятка виндаклей, но вы продвинулись, вот скажем так, в выборе, да, и в понимании именно времени, что все приходит вовремя, да, не надо бежать вперед паровоза, есть ли еще что-то, в чем вы могли сказать, что вы продвинулись, я бы сказала, десятка сосудов, да, и король кубков, в понимании, как-то вот приобретение себя, да, в понимании любви, вот что такое любовь, что такое эмоции, то есть если раньше вы как-то не высказывали, сейчас вы тоже, кстати, в контексте эмоций достаточно сдержаны в выражении, вам проще проявить любовь через, то есть ваш язык любви, через какие-то действия, да, через заботу, то есть словесно вам достаточно сложно выразить эмоции, но по крайней мере вы, сори, вы стараетесь, появилась у вас как-то, знаете, вот кто-то, может быть, изредка, да, и говорит слова любви, сложно это дается, конечно же, да, но вот именно потребность в чувственных каких-то аспектах, она появилась тогда, когда у вас появилось вот это вот понимание того, что торопиться не надо, да, то есть вот это вот, как вы только стали расслабляться, стали больше наслаждаться, у вас появилось вот больше, как-то чувственность что ли, может быть здесь организм отдыхает, и нагрузка на нервную систему, она спадает, да, и вот рецепторы, они не настолько перегружены, и поэтому у вас появляется возможность что-то ощутить, то, что до этого вы не ощущали, потому что были вот в каком-то вот все время стрессе, вот в этой, в этом беге за выживание, здесь вот как будто бы человек как-то, вы знаете, подуспокоился, здесь вот это вот идет, вот в этом вы и продвинулись, да, в понимании того, что не надо отдавать, либо давать человеку больше, чем он может взять, чем он может использовать, да, здесь была трансформация, было разрушено, были разрушены какие-то взгляды на мир, которыми вы пользовались ранее, могу предположить, что сейчас в большей степени как-то вот ваше мировоззрение, оно изменилось, я не могу сказать, что полностью, но как-то вот оно частично, так скажем, трансформировалось, в каких-то моментах вы уже по-другому смотрите на вещи, и у вас появляется как-то вот больше позитива, больше желания что-то узнать, что-то впустить в свою жизнь, да, произошло какое-то исцеление, здесь появилось желание, коммуникация, то есть я помню, что раньше вы были как-то вот очень сильно агрессивно настроены, сейчас уже как-то смягчились, вот здесь вот это вот ощущается, то есть в каких-то моментах, да, внешние какие-то факторы, силы, которые очень сильно влияли на вас, вашим продвижением, то есть знаете как, вы держали вожде, вожде эти правления, да, в своей упряжке, вот, и она была такая достаточно агрессивная, скоростная и агрессивная, а сейчас как-то вот вы эти вожжи отпустили, расслабили, и лошадь, она уже не несется, она уже идет спокойно, и она получает удовольствие, вы получаете удовольствие, да, и нету такого сопротивления, потому что вот этот вот третий фактор здесь, как сопротивление тому, что, то есть на каждое действие есть свое противодействие, вот вы слишком были такие действенными, и вот чтобы вас держать, да, была вот эта вот выравнивающая сила противодействия, и то есть чем больше вам что-то противостояло, тем больше вы хотели это пробить, знаете как, упирали стенку, вы говорили, не надо, это стенка, вы нет, я ее пробью, вот сейчас вот это вот как-то изменилось, ну, вы стали понимать свою собственную ценность, и стали больше заботиться о себе, вот я говорю, здесь идет такая энергия заботы, внимания к себе, не про любовь, здесь далеко не про любовь, но вот как будто бы человек как-то смягчился, да, здесь как будто пришло понимание, что ваши все эти кризисные моменты можно проходить иначе, да, то есть то, чего вы боялись, вы это и вызывали, и сейчас у вас пришло понимание, что можно, ну, больше позитивной энергии, то есть быть в позитивных каких-то мыслях, находиться с одной стороны, а с другой стороны взаимодействовать с людьми, то есть вот это вот появилось, раньше у вас была какая-то не то чтобы ненависть к людям, да, но вот какое-то дикое раздражение, вот все вас бесило, вот любые люди, да, не могу сказать, что там близкие не бесили, вот все как-то вот бесили, сейчас вы более снисходительны, что ли, более мягче стали, но здесь энергия такая, знаете, как-то вот оттаяли, я не знаю, например, когда нету детей, любые малыши бесят, плачут, бесят, все раздражает, а потом, когда появляются свои дети, уже как-то вот более спокойно относишься, и к чужим этим, либо наоборот, раньше была очень важна такая, знаете, вот педотичность, перфекционизм в чистоте, все должно быть в идеале, а потом появляется, там, не знаю, первый, второй, третий ребенок, ясное дело, что поддерживать вот такую идеальную чистоту, достаточно сложно, и энергозатратно, и вы уже как-то больше, более нисходительно относитесь к тому, что, ну, не стоит ваза так ровно, да, сдвинул ее ребенок в сторону, ну, сдвинул и сдвинул, ладно, либо там картина чуть-чуть перекосилась, опять же, я не говорю, что полностью висит криво, но чуть-чуть, да, сдвинулась там на миллиметр, на два, вы уже так смотрите, думаете, а ладно, пускай будет, потому что раньше вот прям вот, все, вот, вот, контроль, 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 здесь вот вы как-то отпустили этот контроль, вот в этом вы продвинулись, троечки, вот такой был расклад, благодарю еще раз, скорпиоса за идею, к раскладу, думаю, я его сделала так, как и предполагала, получилось так, меня, по крайней мере, удовлетворяет, жду вас, в пятницу выйдет анонс на новые близконсультации, присылайте заявку до воскресенья, до 15.00 по Москве, вот, анонс выйдет в разделе сообщества, так как он выходит каждую неделю, кто не знает, где найти это сообщество, под видео, вот здесь где-то, да, с левой стороны, есть фотографии, нажимаете, вас перебрасывает на, ну, моя фотография, либо название канала, вас перебрасывает на главную страницу канала, там находите раздел сообщества, нажимаете на него, и видите пост по пятницам, он выходит про близконсультации, приходите, вот, и напоминаю, что вся необходимая информация есть под видео, кому что-то интересное, если у кого не работает топ-линк, пишите мне в телеграм, либо на почту, тоже в разделе сообщества, во всех постах внизу есть контакты, можете мне писать, расскажу, да, кого интересно, мои спонсорские расклады, например, в записи, да, либо курсы, либо индивидуальные консультации, в общем, вся информация необходимая есть, кому надо, тот найдет, я люблю так говорить, а я с вами обращаюсь, до пятницы, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока.